Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий. вы на канале эти томас утра рад представить вашему вниманию мой новый курс javascript put samurai курс который изменит вашу жизнь и сделать программирование увлекательным интересным и понятным мы будем двигаться с вами не быстро шаг за шагом прорабатывая концептуальные вещи не просто изучая синтаксис языка программирования набрасывая функцию за функцией паникуя что вроде бы пишу вроде бы повторяю но ничего не понимаю мы будем акцентировать свое внимание именно на понимании концепций что такое программирование что такое теория программирования что такое данные что такое алгоритмы что вам нужно знать друзья чтобы приступить к обучению по данному курсу как бы это смешно не звучало для более опытных ребят вы должны быть друзья опытным пользователем персонального компьютера вы должны иметь представление что такое устройство компьютера что такое операционная система что такое интернет что такое приложение что такое app store что такое google play что такое сайт что такое email что такое google что такое youtube вы должны уметь поисковые запросы вбивать и искать нужную информацию вы должны понимать что такое авторизация что такое восстановить пароль в общем вы Вы должны не бояться технологий, вы должны интересоваться технологиями, вы должны быть уверенным пользователем персонального компьютера. Если по каким-то причинам вы решили изучать программирование, наткнулись на данный курс, и вы не знаете, не понимаете достаточно глубоко, на процентов 20 глубины, чтобы это не значило, все то, что я перечислил ранее, то я вам рекомендую либо прочитать какую-то книгу, что-то вроде «Компьютер для чайников», либо посмотреть мой курс, который я записываю на данном канале, который так и называется «Компьютерная азбука», и только потом приступить к данному курсу. Друзья, английский язык. Если ты полный ноль в английском языке, ты не можешь идти в программирование вообще никак. Минимум, с которым я разрешаю тебе идти в программирование, это троечник, школьник-троечник. То есть, закончил там 10-11 классов, и вот у тебя тройка по английскому языку. London is the capital of Great Britain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. This table is red. Is this the table red? Men, settings, girls, boys, program, instruction, construction. Вот такие вот базовые какие-то слова, какая-то микроскопическая грамматика. Present simple, постановка общих простых вопросов. Числительные, набор прилагательных существительных. То, что вам нужно знать обязательно. До троечника себя как можно качнуть? Через занятия какие-то. Обязательно переведи на английский язык все свои операционные системы. Android, iPhone, компьютер, macOS. Все программы. Netflix. Все должно быть на английском языке. Все интерфейсы, всех программ, которыми ты пользуешься, должны быть на английском языке, чтобы ты изучал тот самый технический английский язык, который тебе необходим как разработчик. Разработчик. Безусловно, если твой уровень английского выше, чем троечник, школьник, тебе будет гораздо легче программировать, искать информацию, развиваться как специалист. И в конце концов гораздо проще будет найти работу. Чем выше твой английский, тем круче. Стоит ли сначала проинвестировать время в глубокий английский язык, чтобы быть, условно говоря, школьником-отличником? Что бы это ни значило. А потом только идти в программирование. Решать тебе. Мой профессиональный путь, друзья, всегда распараллеливался. Технологиям я уделял вот столько времени. Из вот столечка 10%, а может быть даже 5% английскому языку. Потому что мне нравились технологии. Потому что мне там проще было. Я там как рыба в воде. Вот в английском языке. Я как рыба на песке. Не нравится мне английский язык. Некомфортно. Тяжело. И вот я шел туда, где я фанат. Вот что мне нравилось. При этом я, прям говорю вам супероткровенно, я очень сильно из этого тормозился в карьерном развитии. В частности, в развитии себя как инженера. Потому что источники информации англоязычные. Я каждый день что-то читал. Невозможно, работая программистом, каждый день не читать тот же Stack Overflow, либо какие-то английские статьи на английском языке. Но каждый раз это вызывало у меня такое напряжение. Я вместо того, чтобы, в общем-то, проинвестировать время в английский язык, апнуть его до уровня такого, чтобы вот, окей, без напряжения я могу читать, говорить, писать, слушать. Я всегда его держал в таком напряжении, как в остаточном, по остаточному принципу. Поэтому, если искренне говорить, если вам не нужно вкатиться в программирование вот так вот срочно, как можно быстрее, уделите внимание английскому языку до уровня B2. Интермидиэт, уверенный интермидиэт, уровень B2, интермидиэт плюс. И потом идите в программирование. Но если хочется именно программировать, а к английскому такое же отторжение, какое было у меня, то идите в программисты. Это не помешает вам стать программистом-профессионалом, потому что фундаментальных книг, литературы, статей, видео на русском языке их предостаточно. Для кого же данный курс, друзья? А данный курс для всех тех, кто хочет разобраться в программировании, внимание, концептуально. Неважно, ты собираешься быть фронт-энд-разработчиком, бэк-энд-разработчиком. А может быть, ты собираешься разрабатывать игры или создавать искусственный интеллект, например, глубокое обучение, нейронные сети. Данный курс концептуальный про программирование. Я научу тебя правильно мыслить, правильно выстраивать структуры данных, правильно подходить к алгоритмам решения проблем. В общем, данный курс для тех, кто с нуля хочет вкатиться в любую из перечисленных ранее профессий. А также для тех, кто уже работает на позиции джуниора, но понимает, что делаю как-то все случайным образом. Вроде бы работает, но до конца не осознаю, как же писать правильно, красиво, чисто для того, чтобы называть себя программистом-профессионалом. Я тебе в этом помогу. Почему язык программирования JavaScript я выбрал для своего курса? Потому что JavaScript один из самых популярнейших языков программирования, используемый для решения огромного спектра задач. Бэкэнды, фронтэнды, геймдев и даже встроенные системы. Причина номер два, друзья, JavaScript является кроссплатформенным, таким мультиплатформенным языком программирования, требующим минимальных настроек, минимального количества установок каких-либо дополнительных программ, для того, чтобы начать программировать на JavaScript. Причина номер три, сам по себе язык JavaScript является достаточно гибким, мультипарадигменным языком программирования, позволяющим нам на языке JavaScript изучить различные концепции, например, функционального программирования, либо ООП программирования. Причина номер четыре, на языке JavaScript вы можете писать как простые вещи, очень простые вещи, при этом применяемые в продакшене, в реальной жизни, в производстве. Также вы можете писать очень сложные, большие системы. И все это JavaScript. Ну и причина номер пять, друзья, я знаю, что вы думаете об этом. Это деньги. JavaScript программистам платят очень-очень много. Зачастую даже выше зарплаты у JavaScript программистов, чем у программистов на других языках программирования. Возможно, друзья, в рамках данного курса мы с вами будем использовать еще язык C-Sharp для того, чтобы шире и глубже проникнуться концепциями программирования. Но какой язык программирования вы бы не определили себе как целевой язык? Может быть, ваши друзья собираются идти, изучают Python, собираются идти в Data Scientist. Может быть, ваши друзья изучают C-Sharp, чтобы изучить Unity и быть геймдебом. Так вот, что бы вы там себе не планировали, я вам настоятельно рекомендую данный курс, потому что он будет в первую очередь направлен не на язык программирования, не на синтаксис конкретного языка программирования, а на концептуальное мышление вас как программистов. Данный курс, друзья, будет абсолютно бесплатным. Но я все-таки попрошу у вас небольшую плату за данный курс. Пожалуйста, под каждым видео, которое вы посмотрите и которое покажется вам полезным, обязательно поставьте лайк, обязательно напишите под этим видео какой-то комментарий, например, с благодарностью, либо с дополнительным уточняющим вопросом. А может быть, напишите, как вы себя чувствуете и какой ваш статус на данный момент. Справляетесь, не справляетесь? А может быть, пообщайтесь в комментарии, помогите ответить кому-то на вопрос, который кто-то другой задал под комментарием. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Поверьте мне, во мне живет внутренний некоторый артист, который будет счастлив просто от того, что количество подписчиков на моем канале растет. Ну, я хоть технарь, но эмоциональный технарь. На сайте, друзья, itincubator.io, ссылки будут под каждым видео. Я буду прикреплять конспекты к данному курсу, а также задания каждому уроку, который мы с вами будем проходить. Ну, либо практически каждому, когда мы начнем с вами программировать. Смотреть видео, повторять за автором, это очень, как правило, легко. А вот проделать что-то самостоятельно, чтобы закрепить знания, чтобы действительно вычленить эти знания из моего потока, из лекции, которые я вам рассказываю, и применить эти знания на каком-то отдельном примере, инструкции, к которому, в принципе, нету готовой, где вам надо подумать, что взять отсюда, и что применить здесь, чтобы это заработало. Вот это уже именно то, что вас будет бустить, ускорять, развивать. Если у вас есть какие-то загвоздки в процессе обучения, самообучения, не забывайте про то, что есть ссылочка на чатик, в котором вы можете помогать друг другу, обмениваться скриншотами, задавать вопросы. Помогайте друг другу, не только для того, чтобы сделать кому-то приятное, но и для того, чтобы самому лучше прокачаться. Обучайся, обучая, только помогая кому-то, объясняя кому-то что-то, ты по-настоящему укладываешь это в своей голове, и по-настоящему это понимаешь. Я вас умоляю, друзья, не стесняйтесь в комментариях здесь, в чатике, в телеграме задавать вопросы свои, какими бы глупыми они вам не казались. Давайте договоримся с вами. Мы все хоть и красавчики, но мы глупцы. Область незнания гораздо больше, чем область того знания, которое нам кажется, угу, сколько мы уже всего выучили. Нам стоит гордиться выученной каждой новой теме, каждому маленькому шагу, который мы сделали. Но действительно вам говорю, как разработчик с опытом уже более 13 лет, область незнания, количество шагов, которые еще необходимо сделать, оно бесконечно, ёпы-рсоте. В этом и вся прелесть программирования, что ты каждый день работаешь, ты каждый день улучшаешься, обучаешься, совершенствуешься, растешь интеллектуально, как профессионал. Поэтому в этой точке, когда ты находишься, ты радуешься тому, что ты умеешь, тому, что ты знаешь, но ты не переживаешь о том, что ты на самом деле глупец. И ты должен и имеешь право задавать свои вопросы, которые порой стыдно и неловко задать, потому что они глупые. Но мы все в одной лодке, друзья, задаем вопросы, помогаем друг другу. Для этого специально есть чатик в Телеграме. Ну и последнее, ребят, практика. 70%. 30% теория. Чтобы стать программистом, нужно писать код. Чтобы писать код правильно, четко, структурно, чисто, нужно изучать теорию. Данный курс, он, в общем-то, фундаментальный, и можно подумать, что он теоретически. Но нет. Этот курс фундаментальный, он практически. То есть я вам настоятельно рекомендую как можно больше практиковаться, практиковаться, практиковаться. 70% времени. Практика. 30% теория. Как отмерить 70%-30%? Только через тайм-трекинг. У вас не может не быть результата, если вы делаете шаги. Вы не можете не пройти дистанцию, конечную дистанцию, из нулевого в программиста, профессионала. Вы ее не можете не пройти, если вы делаете шаги. И самое главное, эти шаги делать в том темпе, в котором получается непосредственно у тебя. Для того, чтобы не сломаться. Для того, чтобы кайфовать. Для того, чтобы держать энергию. И использовать ее после той самой конечной точки, где вы программист-профессионал, но помните, что я вам говорил на самом деле в этой точке. Находясь, вы еще поймете, что еще таких у вас контрольных точек будет сотни в вашей профессиональной жизни. Окей, теория понятна. Так как же нам практиковаться? Первый уровень практики. Повторяю за автором. То есть просто я что-то делаю в видео. Желательно, чтобы у вас было два монитора, чтобы на одном мониторе вы смотрите видео, на втором мониторе вы повторяете за мной. Делайте то, что буквально я вас веду за руку, и вы просто за мной повторяете. Окей. При втором просмотре видео вы ставите видео на паузу, перед тем, как я начинаю писать код, и пробуйте вспомнить, что же там у нас было, и почему код был именно таким, и пробуйте воспроизвести этот код самостоятельно. Третий уровень практики. Это домашки, которые будут по ссылке в закрепленном комментарии и по ссылке в описании к этому видео. И четвертый уровень практики. Это высосать из пальца себе задачу самостоятельно, делая то, что хочется, делая то, что нравится, делая то, что воодушевляет. Например, мы будем с вами делать условный Spotify, музыкальный плеер, а вы больше любите рецепты и кухню. Сделайте вместо списка треков список блюд. Вместо списка треков список упражнений, если вы спортсмен. Сделайте что-то, что в общем-то точь-точь такое же, но немножко другое. Вот это вот немножко, оно порой вас заведет в такие мозговые активности, которые настолько жестко активируют ваши все нейроны и заставят разобраться, по-настоящему разобраться, в сути, что уху-ху-ху, мама, не горюй. Подскажите друг другу в комментарии к этому видео, какие приложения будете писать именно вы, как альтернатива. Напишите это в том видео, где вы будете что-то писать, потому что мы будем с вами ни одно приложение делать. Делитесь всей этой информацией друг с другом в телеграм-канале, помогайте друг другу, воодушевляйте друг друга, мотивируйте, пинайте друг друга и все у вас получится, ребят. Летим с вами высоко-высоко туда, куда летит Илон Маск в космос. Я хотел бы выучить JavaScript, так качай головой, брат, под этот бит. Я хотел бы врубиться в алгоритм, так танцуй, брат, со мной, под этот ритм. Я хотел бы выучить JavaScript, так качай головой, под этот бит. Я хотел бы влюбиться в алгоритм, так танцуй, брат, со мной, под этот ритм.